Грандиозную облаву, как предполагается, на скупщиков краденых автомобилей и автозапчастей устроили вчерашним вечером сотрудники милиции ГИБДД от Женекизовского района Екатеринбурга. Четыре грузовика запчастей было вывезено ими из частного дома номер 59 по улице Батинских комиссаров. Уже давно от бдительных граждан стали поступать сигналы, что именно здесь разбираются угнанные иномарки. При проведении совместной операции по розыску похищенного транспорта была выявлена точка, где производился разбор транспортных средств. В особенности иномарок. Значит, тут принимали участие урожники ГИБДД, розыск отдельной роты ДПС и сама отдельная рота ДПС. Хозяйка дома Татьяна Эммануиловна была крайне возмущена происходящим. Муж вышел, пошел, хотел загнать машину. Подъехали милицию, начали избивать, начали оторвлять. И, кстати, получилось, что мы преступники номер один, торгуем номер один. Со слов хозяйки, они с мужем честные, частные предприниматели, владеющие комиссионным магазином на улице Донбасской, 6. И на каждую запчасть у них имеются соответствующие документы. Вот только предъявить их она почему-то не смогла. Нас не выпустили даже со двора. Мы уже сразу заковали наручники, они запретили выходить со двора и даже еще и приложили руки. И оторвлять неимоверно. И действительно, до приезда в опергруппы женщине запретили куда-либо выходить. Но, как говорят милиционеры, позже никто не мешал съездить в магазин за бумагами или попросить это сделать кого-нибудь. Только оперативники сомневались, что документы действительно есть, так как большинство запчастей не имели номеров. Со слов соседей во дворе 59-го дома, работа кипела с утра до ночи. Там что-то пилили, рубили металл. А вечерами сюда стекались наркоманы. Они перебрасывали за забор какие-то свертки, а затем получали от хозяев наличные деньги. Кстати, супруг Татьяны, Ринат Хайдашин, за все время не проронил ни слова. Татьяна же, Эммануиловна, все время требовала адвоката. Хотя, с другой стороны, это, наверное, было не лишено здравого смысла. Все, что у нас взяли, ничего не переписано. Какая марка машины, какие двери. И вообще, я боюсь, что может быть, туда подложено все, что угодно. И вот он нам сказал, припечатает, что мы вороем кровиным. Подозреваемые уверяли, что запчасти были нажиты непосильным трудом в течение трех лет. Что, конечно, вызывало определенные сомнения. Одних дверей от иномарок было найдено порядка ста штук. Осмотр же самого дома продолжился еще и сегодня.